Представьте себе современного Робинзона, который плыл на корабле с грузом, но головных уборов. Дальше все как у Дефо. Шторм, кораблекрушение, чудесное спасение. И огромные волны выбросили на берег только множество шляп, панама, кепа, касок, ушанок. Что же делать? Ведь ему нужна пища, жилье, посуда, одежда, оружие. Все то, что мы безжалостно отобрали, когда плыл наш шляпочник на корабле. Но Робинзон не унывал. На помощь приходит опыт, творческая активность и, наконец, наша фантазия. Вам нужно обустроить домик Робинзон, то есть создать все условия, чтобы наш Робинзон жил припеваючи. Я предлагаю не писать. Я решила эту задачу. Вот я считаю, что Робинзон надо идти путем колонизатора. Найти пятницу, собственно, ищем его, его друзей и семью. И говорим, друзья, такое здесь солнце. Давайте вот вам панамка, кепка. А мне-то нужно всего лишь ничего. И они поменяются, и это будет вин-вин, побед-победа. Все. Ну, а второй вариант, это у меня, конечно, построить дом из шляп и палок, как говорится. И я обожаю подходы Анны Степановны, которая просто, типа, у меня так не клеится, тогда вообще не буду клеить. Ну, давайте, посудите меня. А я как лютое душнило, просто ищу себе клей другой, скотч и так далее. Ну, конечно, если есть там каска, допустим, металлическая, из этого можно сделать котелок и там уже варить. Это как любая посуда, вода, хранение и так далее. Лопата. Лопата в том числе. Также там из досок всего... А иногда и орудия. И орудия, да. А из чего-то такого типа, как панамки, кепки, можно сделать одежду, сшить себе. Сшить там, допустим, в шляпах каких-то есть проволоки, что тоже полезно. Лески. О, кстати, рыбу можно наловить, если леску выпустить, соорудить удочку. А соломенная шляпка? Ой, разжечь костер. Своей дерево получается, крышу сделать? Животных привлечь. Точно. Кушай, кушай. На его железной каской. Я теперь понимаю, что наши гости, зрители, они все такие, ну, понятно, с кем надо ехать на остров Несватанны, Степан, Екатерина Ильичлавовна. Продиктуйте свой номер. 8800-00-3535. Ну, ладно. Спасибо.